Картинка, к сожалению, художник неизвестен, попробуем на ее основе, так немножко растянем, сделаем чуть-чуть больше дали, вот эти два дерева немножко разодвинем. Вот эти хорошо объединяют, так, улочка симметрична немножко, ну, нормально, краски хорошие. Может быть, вот эти два дерева немножко раздвинуть и приблизить к этим, и немножко как бы дадим. Ну, в общем, как выйдет. Хорошо, хорошо. Тут у нас сам формат немножко будет диктовать. А цвет не очень нравится. Цвет хороший. Так, можно не смазать, здесь она картина яркая. Сейчас по сухому холсту начинаем писать. Пишем на тройничке, на сухом, я еще немножко его сушить сделаю, чтобы нам потом позволяли краске вписывать мазком без смешивания. Чуть-чуть сушить сделаю. Тут, ну, вот сейчас здесь процентов 80 от white spirit. То есть он практически сухой. Краска будет через 20 минут, она будет такая же, как и с тюбика, плотненькая. Так, отмываем кисть. Повторяю еще там для юного зрителя, что нельзя, когда берешь кисть, нельзя касаться дна масленки. Тогда более-менее чистый остается материал в течение работы. И не сразу в тряпку вот так. Так просто переносится материал. Мы этим дышим. Материал не дешевый. А вот так обязательно немножко потоптать. Тогда вот так более-менее оптимально отмывается кисть наименьшим количеством. А с палитрой просто мы салфеточкой можем это убрать? Да, салфеткой, мастихином это... Да, еще раз повторю, может кто-то не смотрел вот такие клиеночки хорошо. Они не только для того, чтобы какая-то гигиена была, а для того, чтобы краски некоторые токсичны. Тяжелые металлы проникают в кожу. Плюс так мы с тряпку используем на все 100%. То есть даже вот здесь может какая-то экономия материала. Даже вот эти тряпки они не дешевые. Так, дальше, сейчас секундочку поставлю. Я тут буду кое-что проговаривать, чисто не для вас, а для... Я понимаю. И очень хорошо, если вы будете задавать вопросы. Такие у вас голос хороший, какие-то вот чисто для фильма. Не столько даже для себя, не забывайте. Насколько я понимаю, небо холоднее снега, который на земле лежит. Правильно, по... Так, ну вот я даже, вот этого я не помню. Обычно в пасмурный день, вот я знаю хорошо, снег светлее неба. В пасмурный день белый снег, он намного светлее, чем небо. Я не по тону имею в виду, я имею в виду по колориту. Холодное, тёплое. Вот не помню, не знаю. Ну вот будем верить художнику. Мне кажется, тут более тёплое. Да, да, здесь более фиолетовые оттенки. Ну, собственно, да, может за счёт рефлексов вот этих вот он уже даёт тепло на это. А здесь чисто... Ну, как бы дома, по идее, должны давать, да, рефлексы? Да, да. Какое-то окружение. Внутренние рефлексы от всего вот немножко более утепленные. Это вопрос очень верный, очень правильный. Сразу нужно определяться с источником света, с его направлением. Вот у нас справа такие зимние тени длинные. Солнце низкое, тень длинный. Солнце низкий, да. Но, кстати, насчёт теней, здесь маленькое такое отступление. Когда рисуешь тени, нежелательно их делать слишком длинные, слишком много. Это даже в такой солнечный день немножко давит на... Как бы психологически. Есть такой закон небольшой. Длинные тени, они немножко угнетают. Несмотря на то, что они такие весёлые, синие. Ну, то есть, слишком ими не увлекаемся. Додимаем не так много. Воображение додумает. Да. Так, минимальный рисуночек. Для Алла Прима мы времени не тратим. Мы определяемся с линией горизонта. Да, сразу, всё верно. Линия горизонта определяем. Посередине её нельзя писать. Так, вот пара домиков. Вот у нас сходит, вот, допустим, у этого домика про перспективу не забываем. Да, линейная перспектива очень важна. Она всегда выдаёт начинающего художника. Шутки такие. По-моему, мастихином писалась работа, да? Да, скорее всего, мастихин. Мы переведём это в кисть. Вы, как хотите, можете и мастихином пробовать. Может, и я тут возьму где-то мастихин. Ну, я привык больше кисти. Это инструмент более универсальный, более утончённый. Мастихин – штука грубая. У него одно преимущество, очень хорошее. Он пишет чисто. То есть мы его моментально делаем абсолютно чистым тряпкой. И имеем возможность забирать кисть. Более того, сам мастихин, он не очень хорошо растирает краску. То есть, чтобы размазать краску в гомогенное состояние, ему нужно много работать. Много, видите, до сих пор ещё пятнышки, пятнышки. Кисть это делает, поскольку у него ворсистая, он за пять движений она сделается уже такая однородная. Это не очень живописно. Мастихин всегда, а – чистый мазок, б – он такой полосатенький. Он такой вибрирует, как самоцветик такой. Каждый мазочек, он такой неповторим. Но он грубый именно по рисунку. Ты не можешь… Он вот как от смальта, мазочки такие. Это неплохо на больших размерах. Маленькие размеры, это уже чувствуется. Это очень как-то не то декоративно. Всё-таки кисть она более богато кладёт. Более утончённо ты это чувствуешь. Больше возможностей, намного больше возможностей. Как мне кажется. Так, мешаем небо. Начинаем с неба. Мы взяли ультрамарин? Нет, это FC. FC? FC. FC. Ну, единственное, нельзя FC писать. Можно ультрамарин, конечно, он более холодный такой. FC я беру капельку с каплачку. С каплака, да. Ну, вот и получается практически ультрамарин какой-то, что ли. Я всегда FC очень боюсь, краска такая. Нет, ну, краска в смесях прекрасная. Она, понимаете… Очень активная. Да. Но за счёт своей активности она и хорошо. Она очень широко раздвигает, может раздвинуть горизонты, мощность цвета дать. То есть капелька фиолетовая, он уже получается такой, точнее капелька розовая, она получается такой насыщенный, фиолетовый, мощный. Ну, то есть, почему мы любим крапла? Потому что он крайний цвет. Он очень… Он почти на пределе насыщенности. Понимаете? Поэтому. Ну, конечно, нужно всегда смотреть, чтобы он не был химическим и ненатуральным, то есть его чем-то облагораживать, коричневым, фиолетовым, чем-то ещё оранжевым. Так, пробуем. Ну, потом добавим, конечно, и кобальта, и березу. Вот так немножко разбавляем. Ну да, коль мы по-сухому, значит, нам надо краску чуть-чуть всё-таки разбавлять. Да, иначе по-сухому она будет… Почему я не смазал холст? Можно немножко смазать тройничком, будет легче разноситься. Может, можно вот так разбавить, то есть она будет более сухой. Через полчаса-час вот мы снимем лишнее, у нас останется, ну, как покрашенная такая пудрочкой поверхность. Так, возьмем. Даже фактуру холста мы немножко после снятия, как бы у нас фактура холста пройдёт, да? Когда мы снимем… Да нет, она не должна поступить. Ага, то есть мы всё равно достаточно глюсток кладём в краску, плотно. Да, сейчас плотно, потом всё лишнее снимается. На этих грунтах, они у меня грунтованной шершавой грунтовочкой, можно снимать, фактура не проступит. Да, отлично. Если она проступила, значит, краски положили в Мавла, да? Нет, если она проступила, значит, у вас грунт скользкий. А-а-а, всё, поняла. Понимаете? Я поняла. То есть вы сняли, вот он здесь, даже на выпуклых местах, она покрыта как… Вот, ну, представьте себе наждачку. Вот в этой наждачке в порах вот этого грунта уже лежит немножко краски. Мы снимаем, мы стихим поверхностно снимаем, они всё равно вот здесь, в каждом углублении между вот этими песчинками вот этого грунта, он лежит… Вот это, понимаете, мы уже… Вот здесь у нас как подмалёвок, вот первый слой, он очень важный. Вот он у нас уже как подмалёвок, мы его достать не сможем оттуда. Уже по нему будем работать следующими слоями, но уточнения и так далее. Так, сейчас нужен кобальт немножко. Так, вот сделаю часть неба какую-то на кобальте, чтобы не было равномерного. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Заходите, проходите, пейте чай, мы с вами начнём, наверное, вовремя внутрь снимаем. Проходите. Да, вот под деревья, нужно под какие-то основные части оставить пару кусочков, не выписать под вот этот вот оранжевый цвет, допустим, вот здесь оставлю, вот здесь, чтобы нам помогал этому цвету именно холст. Теплотой своей. Так, вот к низу с бирюзинкой такой. Даже какую-то аж желтизну взяли, немножко какая-то желтизна утрой. Да, потом добавим, сразу не советую, сразу эту желтизну давать. Да, что важно, берём плотнее эту краску. Вот нам кажется, что здесь почти светлое какое-то, вот ни в коем случае, в окружении белого холста вот эта краска, как может казаться тёмной, держите себя в руках, вот в том плане, что когда всё заполнится, нам, возможно, даже придётся утемнять эти места. А будет это уже сделать сложно, поэтому лучше это правильно сначала. Это, в принципе, будет неправильно, потому что на утемнение очень неорганично, когда ты что-то затемняешь, и на работе не очень хорошо смотрится. На высветление, пожалуйста. То есть берём даже изначально немножко плотнее, всё, плотнее. Не ленимся вот так работать рукой. Укладка. Укладочка какая-то должна быть. То есть, чтобы небо дышало, тогда оно будет дышать. Когда все полосочки такие будут. Пока особых изырсков, живописных не делаем, работаем открытыми достаточно цветами, оттенками. Больше на тон внимания обращаем. Потом вот эти вот наши синева вот эта, она обогатится рефлексами, бирюзинками и так далее. Это мы сверху положим. Да, поверху. Но вот это самое, по-моему, очень, одна из самых важных частей работы, не ошибиться в самом начале. В тоне очень важно разобраться. То есть наш глаз, прежде всего, читает картину в тоне, а цвет помогает перевести плоское изображение в 2D, в 3D, в объёмное, в картиномер какую-то. Потом отдельные кисти берём для снега. Вот такие вот охристые, тоже не ищем не вот этот оттенок, подбираем вот эти светлые, а вот это вот скорее, вот такое вот. Быстрыми взглядами не зацикливаемся, вот это очень важно, всем всегда повторяю, не посмотреть и потом подбирать на картине по памяти цвет. Мы так не подберём, мы сразу забудем. А быстрые сравнения такие, с натурой вы пишете или как-то ещё здесь фотографии, всегда быстрые сравнения. Вы тогда всегда сможете посмотреть, в какую сторону поправить свою смесь, какими оттенками. Такими, казалось бы, охвастами смело прокладываем. Сразу где-то можно ещё эти оттенки, там, где мы их замечаем, положить. Так, вот Марс оранжевый и оранжевая краска. Да, немножко белива должны быть, иначе слишком будет гореть краска. Вот таким колером мы что-то там на данном плане покладываем. Запомните, Марс оранжевый и даже вот с Кадмием красным, тёплым, с верхним, точнее, можно вот такое что-то. Тоже высоединяем тени, теневые сначала. Вот эти тени, они скорее будут тёплые, потому что за счёт рефлексов. Вот плоскости, которые лежат на земле, на них больше рефлексирует небо, холодное достаточно. Здесь между собой общаются вот эти объекты. Солнце ударило в дом, и отсюда отразилось, очень явно отразилось, на вот этих, на заборах, на вот этих домах. Чувствуете, вот край. Я вижу, да. Они тёплые. То есть, вот это нужно представлять, как цвет отражается, как они между собой общаются, вот эти вот объекты. Плотненько берём, опять же, ещё раз повторяю, плотно. Марс коричневый. Ну, вот этот колер из зелёной, травяной и краплака, вот он. Он напоминает Марс коричневый. Так. Так. Да, не домешиваем краску. Вот раз, два, три, как бы торопимся. Это вот о чём мы начинали говорить. Мастихин не умеет домешивать краску, а мы здесь стараемся мешать краску не в много движений, а быстро. Раз, два, три, максимум три, ну, четыре. И всё. И вот мазочек, он живой, недомешанный. В нём нет, даже у нас здесь много красок, допустим, кистью мы работаем, смешиваются там пять, десять красок, это, в принципе, не очень хорошо. Но поскольку они недомешанные, у нас происходит так называемое не механическое смешение красок, а оптическое. Когда вот чистые вот эти краски полосочками лежат рядышком, маленькие участки, на расстоянии они смешиваются в очень богатый цвет. Во-первых, чистые такие мазки, они достаточно чистые, мы избавляемся, ну, то есть у нас исчезает проблема грязи, если мы немножко... Ну, и потом всё-таки остается жизнь и живость в картине. Да, собственно, живописность, богатство. Вот эти мазочки, они смотрятся на каждом расстоянии, то есть на различном расстоянии по-разному. Здесь мы их читаем, одно впечатление, на каком-то расстоянии они уже сливаются, на третьем расстоянии они уже, совсем другое будет впечатление, чисто вот уже, ну, вы поняли. Я понимаю, да. Так, дальше вот какую-то там фиолетовость. Так, вот кадмий жёлтый-тёмный, тоже похож на оранжевый, и оранжевый. Это будем добавлять в снег на свету. Немножко краплака можно. Вот такой вот жёлтенький и розовенький, наверное. Грила и чуть-чуть там голубого, чуть-чуть совсем попало. Да, он попался. Главное, чтобы не пошло в зелень. Грязь, главное, чтобы не пошло в зелень. В зелень, да. Если чисто взять вот этот кадмий, а тем более лимонку, будет сразу зелёный оттенок. И в малейшем соприкосновении с синим, сразу. Я синий. Конечно. Вот он, снег. Берём такой, казалось бы, снег, он белый. Ломайте свои стереотипы. Даже вот можно теплее, прямо чисто оранжевым мазнуть. Только так вот на этих контрастах можно передать живописный какой-то пейзаж, оттенок, что тёплое – это тёплое, холодное – это холодное. Светлое – это почти светлое, почти белило. Тёмное – это вплоть до чёрной краски. То есть контрастность большая, тональная, и температурно-цветовая. Широкий диапазон должен быть. Чтобы не была картина зажата в рамках. А наши краски так проигрывают природе, особенно на солнце. Ну, это вообще даже невозможно. Да. Светиться всё может именно отражённым светом. Краски так в помещениях этого не делают. Ну, то есть стараемся выжать по максимуму из этих красочек. Так, что дальше? Вот рефлекс под крышей. Он чисто оранжевый какой-то. Даже там красный. Ну, можно или оранжевый. Главное, что он очень тёплый. Что летом, что зимой, когда солнце бьёт под крышу, под вот такие поверхности. Несмотря на то, что это тень и хочется добавить холодного, этого делать не надо. Сразу будет разваливаться. Вся картина из таких вот температурных ошибок, она вот просто разваливается. Как бы непонятно почему, но она вот теряет убедительность какую-то. То есть нужно научиться видеть объективно. Вот я всем советую, даже вот нет времени на живопись. Казалось бы, идёшь на прогулки, смотри на это, на вот такие, на температурные рефлексы. Более того, нет времени на прогулки, смотри телевизор, смотри сериал, обращай внимание на рефлексы, на температуры. Как на щеку там зелёный какой-то. Почему щека бывает с зелёным оттенком? Казалось бы, женская щека, а потому что кофточка зелёная. Или там стена рядом зеленоватая. Близкие объекты, чем ближе объекты, вам больше рефлексируют. На светлых объектах, ну и так далее. Вот это нужно обращать, и тогда уже... Или ходите в музей. Тоже. Да, очень полезно. Живопись в интернете, сейчас, слава богу, прям хорошей живописи. Понимаете, не сравнить живое полотно... Нет, согласен, конечно. Но не у всех есть возможность. Ну что, мы же не все в Москве живем. А, ну да, мы не все живем в Москве, да. Но всё равно, вы знаете, у нас... И в Петербурге. И нет, у нас есть и в Орле, и в Туле, и в Воронеже, и местные картинные галереи, где картины есть очень хорошие. Так, вот здесь можно уже положить кисть и вот так вот поискать. Да, выбрать немножко лишнюю краску, сниму. И вот уже что-то, какую-то сложность поискать. То, чего не может мастихин, с чего мы начали. Уже вот один из приемов, чем кисть отличается от мастихина, вот так вот может дробненько-дробненько поискать какую-то сложность, какую-то многодетальность, что вы понимаете. Не замучайте. Очень важно вот эти картины не замучивать. Уже выписала Прима. Чем меньше мы ее трогаем, тем она чище, звонче и законченнее, и убедительнее, и насыщеннее цвета. То есть мы, смотрите, что важно, мы должны, вот наше, все наше время, точнее так скажу, процентов 80 времени у нас должно быть, взгляд должен быть на палитре. Мы должны на палитре составлять цвета. Вот здесь их анализировать, сравнивать друг с другом по тому, по какому-то. Вот наша лаборатория. Здесь мы уже, а здесь мы должны уже готовый результат прокладывать. И в случае какой-то там критической ошибки мы должны исправляться. Именно такой важной ошибки. То есть все ошибки здесь, сюда чистый результат. Да, да, да. Но это опыт, все на ошибок трудно. Но только так у нас что-то начнет получаться. Если мы так перестроимся, поведение будем не здесь. Взял и здесь попробовал, а потом исправил, потом еще раз исправил. И так она грязная, неубедительная, дробная, замученная. То есть вот здесь нужно работать. Что еще важно? Если вы немножко ошиблись, ну что-то мы рисуем. Вот взял я не тот цвет, положил. Нет его вроде бы здесь. Не трогай, не снимай пока, не делай грязь. То есть, глядишь, когда добавишь что-то еще, а мы же добавляем в картину не просто чисто с натуры что-то, а мы на основе вот этого, мы как-то накладываем, глядишь, вот этот мазок, он загармонизируется за счет всего окружения, и он будет нормальным. То есть еще раз минус к грязи. Вот такой момент. Да, еще момент по грязи, он немножко в сторону, потому что по грязи, как, почему грязь, как я замечаю, у начинающих, кисть слишком давит на кисть. Вот мы же работаем кистями, мы их, как вам сказать, разными оттенками берем в процессе работы. Вот, допустим, вот у меня на кисти чисто зеленая краска. Если, ну вот, допустим, вот здесь мазочек вот этот нужен, зеленый, начинающий возьмет, недомоет немножко кисть, возьмет какую-нибудь краску, сильно надавит, и она вылезет из ворсина. Да, да, и вот в этом мазке будет новый цвет плюс вот этот зеленый. Если, вот смотрите, я не мыл, если я просто отжал от зеленой краски, я беру, допустим, совершенно противоположный цвет. Ну вот, допустим, вот этот вот желтый, так, ну не желтый, на желтом зеленом будет виден. Вот на, вот оранжевый, если на нем его не давить, на него, вот в нем абсолютно нет, он чистый. То есть кисть должна работать своей, наверное, ну не четвертью, максимум 30% кончиком. Вот тогда не очень давить. Краска должна быть мягенькой, чтобы не пришлось ее вдавливать, как глину, понимаете, чтобы носки были чистыми. Вот такой маленький нюанс, тоже все приходит с опытом, вот, ну как бы я такой опросов в грязи. Так, дальше мы все. Обращаем вот разными какими-то оттеночками. Все должно быть, по идее, в картине не должно быть повториться ни одного мазка по цвету, по-хорошему. Так оно, собственно, и бывает. Вот это дерево, оно не должно быть решено за счет, допустим, желтой, оранжевой и белья. В нем должно быть присутствовать и фиолетовый, и оранжевый, и там и зеленый, и какие-то еще голубые, естественно, от него. То есть оно должно быть из разных-разных-разных оттенков состоять. Не такой моноцвет, не грязельное, понимаете, не в два-три цвета, а множество оттенков. Олег, а просвечивающиеся сквозь деревья небо мы потом цвет положим? Да, 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 потом мы каким-то мастихинчиком, кстати. Вот здесь мастихин вне конкуренции, он более чисто положит вот эти дырочки. Так, вот здесь нам помогает холст немножко, уже на синем бы, вот таких оттенков бы, скорее всего, не было. Они были немножко по-другому. Холст, его оттенок, будь то окрашенный, будь то не окрашенный, белый, он очень, очень влияет на конечный результат, на живопись. Так. Так, вот практически избавились от холста белого. Вот рисуем участок, вот смотрите, вот участок за забором, вот этот. Ой, там есть, там, да, все у нас. Вы бы как начали, ну не вы, а вы уже более-менее опытные, начинающий, он бы взял и белый мог бы взять, вот этот голубой. Скорее всего, нужно взять вот этот какой-то, какой-то бирюзово-грязненький цвет и тонко его проложить. Скорее теневой нужен. Какого какой-то. Да, с плошничком, вот так вот. Да. Ну, тонким слоем. А по нему мы уже положим белый, чисто голубой, еще какие-то оттенки. Вот это будет грамотное решение, ведение работы. Собственно, вот такие принципы, их совсем мало, но они критически важны. Вот их нужно просто помнить. Как базис, как основа, на которой вложатся все остальные наши приобретенные навыки. Да, все верно. Я когда-то, когда начинал, я самоучка, я вот эти выписывал из разных книг, я там прочитал кучу литературы, на картоночках писал, там, не разбеливать, или начинать с теней, ну или какие-то такие более тонкие какие-то моменты прописывал. И прям прикреплял к мольберту, чтобы они постоянно у меня вот, казалось бы, их всего 3-5 пальцев, 3-5 пальцев каких-то вот правил, а ты о них забываешь. Забываешь. А вот такие вещи, они, ну, помогают. Так, ну вот, основное мы набросали. Теперь можно все это дело снять ножом, без грязи. Тоже важно, как снимать. В одно движение максимум в два. То есть одно движение так, и второе вторым чистым углом вот так. Понимаете? Чтобы не было краевых вот таких вот, 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 чего мы, это брак. Вот, как я уже говорил, эти грунты, они для лапримы. Вот у нас появляется формалевик, по которому можно рисовать. Здесь минимальный слой. Если даже нам мешает что-то, какая-то краска, если у него много из крайних цветов, синие с желтым, они, ну, противоположные, мы можем вот это, да, просушить. Вот, абсолютно. Сгладить между ними границу, да? Не то, да. Ну, вот мы поделились, мы взяли какую-то часть, ну, процентов 30 еще краски вокруг вот этого дерева, и оно теперь нам синяя краска не мешает. Вот, поскольку у нас, кстати, еще вернемся, с чего мы начали 15 минут назад, разбавитель сухой, вот, краска сохнет быстро, масла в нем почти нету здесь, ну, не знаю, сколько, 20%, краска моментально высохла, вот она нежирная. Ну, это для совсем начинающих, кто вот совсем не понимает, вот в этих вот, как устроен тройник, как он работает. Вот, вот сухая, можете пальцем потрогать, насколько она вязкая, вот точно как из тюбика, вот, и слой минимальный. Ну, то есть, то, что нужно, он перекрывает холст, но не более, перекрывает плотно холст и не будет мешать нам последующим нанесениям. Да, не помешает шары и слоем положения. Да, чистые краски, противоположные по цветовому кругу, вот такой вот. Так, теперь, смотрите, можно сейчас уточнить небо, какие-то оттенки дать. Как вести работу дальше? Вот, смотрите, прошло какое-то время, краска плотненькая. Сейчас можно работать, можно щетиной, можно вот такими мягкими кистями. Это синтетика плоская, копеечная. Ей можно писать уже вот так вот рваным мазком таким. Вот мы разбавляем краску. Да, забыл еще момент такой перед работой. Я всегда разбавляю белило, прям перед мастер-классами, вот сюда выдавливаю, чем-то в 5-6. И чисто уайт спиритом, немножко. Процентов может быть максимум на 10. Я не считал, я наглась. То есть, она у нас смягченная, такая вот, мягенькая. Вот она, здесь с присутствием... То есть, нам не приходится все время размягчать эту краску, бороться, тратить время. На разбавление. То есть, это оно подготовлено. Она мягкая, она ляжет, через 10 минут она опять станет плотненькая. Вот такой маленький прием. Всем советую, прям перед работой, на политой взять, немножко размешать свой спирит. Так, вот какие-то оттенки. Березу немножко охры белило. Ну, тут охры у меня попало. Да, даже, а то, что у нас там был уже с охрой цвет какой-то. Охрыстый оттенок. Вот так вот рвано, чтобы не плотно закрашивать, а с такими дырочками. Это, опять же, к вопросу культуры укладки. То есть, не должно быть размазано, растушевано и так далее. Нужно какое-то время, а я знаю, я сам начинал, проходил через это, хотел все время растушевать все это. Как бы, вроде, раз-раз, и уже эффект такой поступает. Это неверно. Это немножко… Вы сами себя обедняете. Нужно поломать себя. Сначала постараться избежать растушевки все это. Вам, я знаю, это не свойственно. Вы смелы. Да, я хотела сказать, мне зачастую иногда, наоборот, надо. Но это вот я как бы для кого-то говорю, у кого стоит такая проблема. Не нужно, не нужно. Держите себя. В крайнем случае, на последнем этапе можно что-то растушевать. Но пока работаем, смотрим через картину, важнейший момент для того, кто только начал перестроиться на правильное видение работы. Не смотреть в мазок, тогда действительно тебе захочется все починить, все уже выписать, все там растушевать где-то, где-то детальки уже начать, окошки делать. Нет, мы пишем большими пятнами, смотрим через работу, замечаем только цвет. Не замечаем вот этих вот деталей каких-то. Каких-то, казалось бы, несовершенства живописи. Настоящая живопись, она несовершенна. Она не бывает, она не нужна совершенно. Совершенно у нас фотография. Для этого есть фотография. Ну и гиперреализм, допустим. Это разные вещи, я тоже уважаю, но вот это лучше, она уровнем выше. Художник с тобой свободен, это описал настоящий художник, то есть он свободен от условности, от заигрывания с публикой на какое-то объяснение ему растушевочки. Хотя он, скорее всего, может все это выписать детально. Безусловно, кто-то не сомневается. Он на других уровнях разговаривает со зрителем, он дает ему символы, символы цвета, пишет это легко и артистично. Написал за один, за полтора дня максимум. И удовольствие получил, и картина ничуть не хуже стала уровнем, чем будто мы прописали, как-то вот все выписали. Они равнозначны. Даже вот бывает этюд, обыкновенный этюд. Вот мы помните, смотрели елочку, елочка, кусок фона закрашен, а в сочетании с фоном, с цветом фона, с этой вот краской, она цельно закончена произведением. То есть вот выходим на... В общем, короче, освобождаемся и достаем из себя художника. Просто вытаскиваем. Это к этому надо прийти, вот как любой начинающий, он же как хочет, он пишет картину, ну, понятно, самому, но что-то другим понравилось, там, да, Владико, это есть, да, это от характера, это же... Вы или принимаете, или не принимаете, не принимаете, это ваши проблемы. Да, да, да. Только так, но... Живопись, это и психология же. Так, можно начать с деревьев. Я это люблю кистью. Можете, хотите, попробуйте мастихином. Ну, правда, мастихин, чем плохо, если ты уже работаешь мастихином, то только мастихином ты как бы органично. Здесь возникает, они между собой борются, такая эклектика по укладке, вроде мастихин, они не очень дружат между собой. Одно дело, когда ты все выписал кистью и какие-то камни проложил и размазал, это вот почему-то здесь хорошо, но когда ты начнешь деревья рисовать, тебе придется все рисовать инструментом ножек. Нет, я не хочу здесь мастихин. Вот, смотрите, прошло, сколько прошло времени? Ну, полчаса. Наверное, вот краска, уже наша сухая краска, точнее, ну, разбавленная сухим разбавителем, она вот абсолютно не принимает, ну, почти не принимает. Вот уже начинает зеленый оттеночек, ну, то есть мы уже свободны от такого смешивания. Кто-то пишет очень жирно, начинает, точнее, жирненько. Есть же такое правило, вот тоже мы сегодня говорили, о жирном потощем. То есть начинаем с сухими красками, потом можно все жирнее, жирнее, да, более жирнее, тогда она, кстати, и грамотно по технологии. По технологии там тоже слои начинают высыхать. Да, грамотно, нижние слои не вытягивают масла из последующих, поскольку они тянут, но у них мало. Ну, вот так, для начинающих, для вас, может, вы этого не знаете, краска, вот первый слой особенно, первый сеанс краска, она, если посмотреть ее разрезать, посмотреть под микроскопом, она немножко взбухает при высыхании, она становится как губка. Поры такие проходят. И если мы через несколько дней начнем писать, кстати, вот эта губка, она сразу возникает, буквально дня через три, потом она немножко оседает. Поэтому очень важно недельный перерыв между сеансами делать, ну, по-хорошему, когда уже вот эта губка, у нее не столько впитывающей способности. Если мы слои пишем первые, тощими, то есть тонкими красками, где мало масла, плюс еще желательно тонкими слоями, это не такая уж и губка, а на последующие слои, жирные наши, где много масла, она не будет сильно тянуть краску. А в последующих слоях, поскольку много масла, даже если она немножко и отдаст в неизлежащий слой, в них, в верхних слоях, все равно останется достаточная краска, то есть она не пожирает. И она не растрескается через... Да, не растрескается, и самое главное, она не изменит тон по высыханию, потому что если краска много отдала масла или же в слой неизлежащий, или же вообще в грунт, когда есть плохие грунты, она меняет свой и цветовой, и тональный оттенок. Она становится жухлой и темнеет, как правило, теряет насыщенность, темненькая становится. Ну, пожухлости, это вообще, конечно, свойственно масляной живописи, в принципе, а покрытием лаком мы не спасаем низкую ситуацию? Нет, легкие прожухлости мы действительно спасаем, легкие, но которые, если масло действительно ушло... Капитально, да, мы ничем не вытащим. И она потеряла тон, она стала такой, светлые краски, они темнеют такие, а лак уже не вытягивает. Нужно тогда переписывать это место. Нужно по технологии легкую соблюдать. Не нужно париться на этом. Кто-то там чесноком протирает, кто-то вот... Да-да-да, между сеансами есть чесноком протирает, луковицей, чтобы как клей там... Есть такие правила, очень строгие, они вот еще с 16 века, по-моему, ну, между слоями. Как я поняла... Бритвочкой все это выравнивают, потом чесночком натирают, чтобы для адгезии, чтобы прилипало и так далее. То есть здесь, конечно, не стоит так усердствовать. По крайней мере, соблюдать вот эту последовательность. Я знаю, может, люди на века пишут, а мы так для себя. Ну, мы, если мы шедевр напишем, мы всего лишь работу добавим реставраторам. Да, это их проблема будет. Кстати, хорошая работа, она хороша, когда она стареет. Вы бы смотрели фрески, если бы они были свеже написаны? Ну, нет, конечно. Вон в современной церкви придешь, глаз плачет. Да, понимаете, вот как вот эти фрески старые, как разрушенные, как они трогают, потому что в них время, в них разрушение. Время, энергетика, все что угодно. Даже без энергетики, просто она в картине тоже не то, что времени может не быть, но если она написана, как-то вот, как вам объяснить? Ну, вот старые шестидесятники, смотришь картина, она уже разваливается. Они на каких-то картонах рисовали, она уже отваливается, там что-то еще. Это добавляет богатства, как ни странно. Куски грунта там видны, где-то что-то отвалилось, потрескалось, каркелюр какой-то. Это почему-то украшает работу. Вот какое-то странное такое чувство, вот живописность какая-то появляется, более какая-то, больше сложности. Ну вот, такое вот что-то есть в этом. Ну то есть не заморачиваемся, не покрываем слоями лака, не консервируем ее. Пишем свободно, пишем свободно. Так, вот здесь можно мягкой кисточкой положить какие-то. Здесь не разбавляем краску. Вот она такая сухенькая краска, она хорошо рвется. Если нам нужна насыщенная краска, мы без белила ее берем. Если немножко хотим смягчить ее, капельку белила, все, и краска становится спокойной. Вот здесь, кстати, практически нет белила. Вот в этих мощных мазках, таких цветных, здесь белила нет. Вот, если нужно высветить, высветляем светлыми красками, не белила. Так, английская и красная нужна. У нее можно немножко оранжевого. То есть вот здесь, в этих оттеночках красного, то есть белил не добавляем пока что. Так, теперь снег. Работаем постоянно над всем. Над всем. Вся работа должна писаться цельно. Да, вся работа приблизительно в одной стадии написания. Да, равномерно, без перекосов. Ну, если мы пишем что-то предметное, допустим, портрет, конечно, все-таки нужно уделять больше внимания лицу, глазам и так далее, рукам. Они должны первыми быть прописанными. Но картина желательна, чтобы она росла вся вместе, вместе, вместе. Более того, мы должны отдыхать. Минуту поработали на одном участке, минуту вот здесь. Вот так вот. Глаз всегда остается... Глаз остается на одну. Да, он всегда свежим остается, свеженьким поменяли. Желательно перескакивать с холодных на теплое, с теплых на холодное, с темных на светлое оттенков. Так, вот пока такие промежуточные. Ни в коем случае не белилыми. Вот такие оттенки. Работаем большим инструментом. Так, точка схода единая для вот этой дороги. Проверяем. Можно кисточку поставить и вот так вот проверить. Вот, допустим, вот забор у нас здесь, вот этот забор. Вот у нас. Ну, понял. Да. И у домов, у этих, у них другие точки схода. А вот у этих, вот если он параллельно дороге стоит, вот этот скат, точнее не скат, вот здесь будет, он тоже будет в этой точке схода. Понимаете, вот немножко вот, уже выше горизонта, значит, немножко под таким наклончиком, вот так вот. То же самое вот здесь, понимаете. Вот здесь, да, здесь тоже параллельно стоит, тоже пойдет вот в эту точку. Краски не жалеем. Ну, точнее, конечно, попросту не извозим, но жалеть краску вот в такого плана работах нельзя. Нужно выдавить уже на палитру, сколько там уже тебе не жалко, и уже не думать об этом, накладывать, накладывать. Уже, во-первых, ну, жалеешь краски и абсолютно удовольствие не представляет сам процесс. Когда ты все это размазываешь, мазываешь, более того, картина получается такая бедненькая, размазанная, разглаженная. Вот это, с чем я боролся, ломался, я начинал в 90-е, когда краска стоила, ну, ты на зарплату покупаешь там немножко краски. Ну, то есть она очень дорогая была. Вот это у меня, как сидел такое долгое время, такой вот, как бы, экономный какой-то вот алгоритм все это растянуть, размазать, минимальным количеством красочек написать максимально большой холст, тогда тоже вот нужно немножко эти привычки менять. Ну, Валют, ничего страшного. Малевич тоже, оказывается, свой черный квадрат написал на предыдущей картине. Да, 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 я эту новость услышал. Ну, вроде как там неудачное какое-то, то, что не из экономии холста, скорее всего. Не, 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 конкретно. Серьезно? Ну, видно время такое было у человека. Ну, у художников, у многих бывают периоды такие, как выяснилось. Но только потом человечество понимает, что они были велики. Так. Ну, как выяснилось, как выяснилось. Ну, я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы тягиваем кисть, держим примерно ближе к центру тяжести, тогда мы легко управляем давлением кисти на холст. Кисть лучше взять с мягким бусом, да? Ну да, в принципе. Мягенький, по-моему, клонок. Прерывисто. Ни в коем случае не тянем эту ветку, эту палочку. То есть тут опять же мы работаем какими-то такими условностями. То есть вот эта прерывистость, она дает нам, как бы оправдывает всю вот эту живопись такого плана. То есть непрописанную такую вот живопись, которая досказывается в голове, дописывается вот эта картина. То есть вот это, ну вот, если мы выпишем вот эту веточку аккуратненько, мы это умеем, легко сделаем такую нежную, она потянет за собой все. Нам придется делать более строгие линии в архитектуре, так сказать. Больше пойдет в детализацию. Практически это продолжение разговора, что или кисти, или мы стихи, в таких работах сложно это совместить. Так и здесь, да? Мы же не можем, там снег драно, а деревья гладко. Да, да, да. То есть она развалится, она получится в разных стилях. Да, это практично. Вот в каждом участке она будет... А поскольку мы будем чувствовать эту неестественность, несочетаемость укладки, нам придется тогда вытягивать к этой веточке нежно прописанной, нам придется вот все, больше и потянет, потянет, потянет. Потеряется свобода, потеряется больше... Первоначальный замысел. Замысел. Более того, начинающий столкнется, он уже упрется в свое неумение рисовать, и все, и пойдет уже из свободного этюда, у него получится замученная, несчастная такая работка, никому не нужная, которая вот, ну, не свободная, а, ну, вы поняли, такая неумелая работа. Мастерства-то не хватает, а желание есть, а... Да, а вот на введение вот таких работ уже более-менее у человека, который только умеет более-менее мешать краске и понимает что-то в оттенках, уже такого плана картина может даже начинающая писать легко. Главное, расписаться, а не колхозно, знаете, как начинающая, знаете, как вот расписывается? Нет. Нет, но вот это отдельный разговор, и... Вроде картина ничего, но такая подпись такая... Кучерявая. Кучерявая, женская такая, прям, ну-ну, расписался прям. Просто мне присылают часто на... Вот так вот можно даже кверху, книзу вот это всё. Вот лежит краска плотненькая, здесь не разбавляем её, то есть плотненькую, чтобы она рвалась. Чтобы мозг читал её как неровную линию, а мшистость какая-то, то есть мшистость, говорю, ну, рваность вот этого иния, то есть снега лежащего, множественность была. Интересная фактурность, чтобы была у мозга, ну, не гладенькая, а с некими шероховатостями там. Так, Наташа, я пойду сейчас дальше заниматься, а вы давайте догоняйте к вам, я приду ещё не скоро. Да, конечно. Вот примерно вот такой вот заготовочка у вас должна получиться. Вот последующую. Это ещё вам не обещаю, что она получится конкретно такая. Короче, вы прямо на моей работе можете, даже хорошо, если вы будете подбирать, прямо вот на своей работе попробовали и на моей там что-нибудь раз, чтобы не было совсем потональной и температурной насыщенности, какой-то отличий больше. Ага, ага. Давайте. Так, отлично, ничего не растушевали. Вот здесь чуть-чуть попал жёлтый, не страшно. Ничего страшного. Бывает такое небо зимой. Да. Вот здесь, смотрите, такие лёгкие проплешинки, тоже не очень хорошо холст светит. Я вижу, да. Желательно чуть-чуть было. Я мечтаю, когда всё-таки, понимаете, у меня они плотные получились для зимы. Я хочу всё-таки их проредить. Я в эти проплешинки хочу небо ваткнуть. Ну, в общем, отлично. Так, что дальше будете делать? То есть они у меня не зимние какие-то, вот, октябрь месяц. Да, ранний снег, первый снег. Так, Наташа, ну смотрите, что дальше? Вот можно, краска у нас подсела, можно ещё раз снять лишнее с тех участков, которые будут вписаться. Ну, тут всё понятно. Берёмся. Сейчас уже какие-то детали можем себе позволить, да? Да, преимущественно на высветление идём, стараемся. Ну, там, где не хватает тона, мы добавляем, прописываем детали. Сейчас как бы на высветление перечисляем вот эти вот пятна, носки в цвете. Ну, там всё. Продолжение следует... 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 Сюда мне вообще красных ягодок прям навешать хочется, прям рябины и рябины. Ну да, кормушку сейчас повесим. Кошка не пошла, пошел от снегиря, кушка большая, снегирь точно не вместится. Потом и баба сказала, что мужичок пьяный. И деревня оживет. Спасибо. Спасибо. Ну понятно, не нужно все объяснять. Вопрос хороший. Но он логичный, слишком логичный. Господи, мы же в русской деревне, там дырка на дырку. Там дырку другая талку прикрывает, понимаете? Вы что, в Германии что ли? Да, мы не в Германии. Напишите, русская деревня. Как бы не был велик соблазн использовать чистые белилы, этого лучше не делать, да? Можно приближаться к белилам, в принципе. Испортила кусок. Практически чистыми белилами нельзя, но белилы должны иметь температуру. Здесь теплая температура. Почти белилы, но не белилы. Тогда они не фальшивы. Как только белило, белило как мертвый цвет он лежит. Вот, если вот назнуть, то чистыми белилами появилось. Нет, нет, ужасно. Он никакой, он мертвый. В абстракциях, пожалуйста, но в живописи немцы. Даже будете блик рисовать, белая ваза и бличок на ней. Все равно будет иметь цвет. Температуру. Оттенок в ту или иную сторону. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...